Рыбалка Уникальный человек у нас в гостях. Михаил, доброе утро. Рассказывайте, когда и где состоится чемпионат? Кого приглашаете? Чемпионат у нас традиционно проходит на базе Серебряное озеро. Уже 4 года мы там его проводим. Состоится в этом году он 18 декабря. Немножко сместили сюда ближе к Новому году. Настроение у нас еще было такое. Задать. Да, да. Поэтому приглашаем всех, кто неравнодушен к рыбалке. Ну и в первую очередь, конечно, кто любит именно рыболовный спорт. Что ловим? Кого ловим? Ловим, в принципе, всю рыбу, какую поймаем. Но, как показывает практика, это окунь на этом озере. Ограничения какие-то есть? Или наоборот, чем больше, тем лучше? Есть ли какие-то, может быть, номинации там разные? Ну, конечно же, чтобы занять высокопризовое место, нужно наловить как можно больше рыбы, чем твои конкуренты. Ну, номинации у нас, конечно же, по традиции всегда очень много. Мы награждаем и тех, кто поймает самую крупную рыбу. Там очень любим, когда к нам приезжают рыбачки, между прочим. Их тоже мы не оставляем. Так, у меня есть время, в принципе, обучиться этому ремеслу. Да, Михаил, а как-то, как сказать, разделяете профессионалов и любителей? Ну, то есть, например, профессионал, наверняка у него какие-то там уже есть свои уловки, да, какие-то интересные вот эти моменты. Или это все в одну кучу? Или есть критовичок, просто человек с палкой и веревкой, и вот. Да, каким образом это происходит? Да, ну, вообще, у нас существуют разные форматы проведения, да, мероприятий. Но вот самое-то интересное, это когда они соревнуются все вместе. Вот, потому что большинство любителей, которые перешли в профессионалов, у них как раз-таки это случилось после того, как они, вот, как вы говорите, с палки посидели, искупали свои там снасти, ничего не поймали, а рядом на соседней лунке, грубо говоря, сидит профессионал и каждую минуту что-то достает. Они задумываются, что-то здесь не так. А случается так, что профессионалы помогают непрофессионалам? Да, конечно, конечно, это... Там же все-таки, наверное, больше... Они только с моим цеха какой-то бесполезный. Да, нет, наверное, там больше не соревновательный момент, действительно, какой-то настроенческий, праздничный. Ну, мне так кажется... Так в том-то и прелесть вся рыбалка, что это же... Что вот эта атмосфера, да, сама по себе. Ну, здесь, смотрите, нет, все-таки спорт, есть спорт. И когда идет непосредственно сам тур, да, соревновательный, там, конечно, каждый за себя. Ну, безусловно, там все друг друга уважают, и если нужно что-то прям совсем помочь, это случится. Но основные разборы проходят уже после... И разборки тоже. Да, да, то есть все делятся опытом, и мы даже в прошлом году проводили на гранд-губернатор замечательное мероприятие, в рамках которого привозили чемпиона мира по рыболовному спорту. Он тоже нам проводил мастер-классы очень много чего-то. Просто посмотрите, как этот человек выглядит. Да, давайте. Мышцы в форме, я понял, какая-то невероятная удочка, раскладывающаяся со снайперским прицелом. Да, встроенный бур. Миш, дадите оборудование участникам, или должны все приехать со своим? Ну, если у кого-то есть такая надобность, конечно, мы поможем. Но такое случается редко, я вам не помню. То есть обычно все заряжены? Ну, конечно, это все-таки соревнования. Это как приехать на соревнования по теннису и сказать, нет ли у кого-нибудь ракетки здесь дайте. Отдолжите, пожалуйста. Лишние ракеты. Михаил, мы знаем также, что вы готовите разные приятности для победителей, для участников. Что в этом году придумали? Ну, первое, да, что хотелось бы анонсировать и так немножко похвастаться, у нас год от года растет уровень вообще мероприятий и в первую очередь призовой фонд. Вот, могу сказать уже, что в этом году главным призом будет не что иное, как мото-собака, если вы знаете, что это такое. Мото-собака? Это ты, как, как? Ты тоже, правда? Ну, мото-собака – это такая упрощенная версия снегохода, скажем так. Когда сам модуль там, который тебя везет, он отдельно, а ты как бы в санночках сидишь рядышком отдельно и просто управляешь. Крутая штуковина. Да, это как бы считается довольно-таки круто. И вообще у нас призовой фонд, как всегда, большой, очень много номинаций всяких там конкурсов. Машина, телевизор, дом на озере Кома. В общем, время на подготовку пока есть. Да, 18 декабря, давайте напомним, во сколько начнется. Да, мы запомним место и сроки еще раз. Да, 18 декабря, традиционно, база отдыха Серебряного озера, всех ждем. С утра? Да, конечно, все можно в наших соцсетях посмотреть, там все регламенты, все положение. Спасибо большое, мы желаем хорошего улова, хороших результатов, как всегда, и ждем в гости снова. Обязательно. С гостем прощаемся, вам же говорим, не переключайтесь, скоро продолжим. Спасибо. Спасибо. Спасибо.